Всем привет! Если вас привлекают крутые защищенные смартфоны с навороченными характеристиками, то это видео для вас! Недавно компания Oukitel представила свой новый технологичный, долгоиграющий и при этом имеющий разумную цену телефон защитой от пыли и влаги по стандартам IP68. Это Oukitel WP7. Давайте разберемся с его характеристиками поближе. Корпус WP7 соответствует международному стандарту защиты IP68, поэтому ему не страшны попадания в воду на глубину до полутора метров и есть защита от пыли. Поддерживается немецкий стандарт IP69K, благодаря чему девайс не боится попадания под струю горячей и холодной воды. Ко всему прочему оболочка соответствует сертификату MIL-STD810G, который предполагает, что устройства могли подвергать следующим лабораторным испытаниям, таким как испытание тряской, тест на падение с высоты метр двадцать на твердую плоскую поверхность, имитация попадания в песок, погружение в воду на глубину до полутора метров на срок в 30 минут, погружение в воду на глубину до одного метра на срок в 24 часа. Экран смартфона тоже не забыли защитить закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5. На данный момент представлено два модуля для этого устройства, модуль с мощным светодиодным фонарем и модуль с инфокрасной камерой с шестью диодами для обеззараживания. Установлен IPS-экран размером 6,53 дюйма с круглым вырезом в верхнем левом углу, что делает данную модель первым защищенным девайсом с таким дисплеем. Разрешение экрана 1080 на 2340 пикселей, соотношением сторон 19,5 на 9. Сенсорная система дисплея способна определить до 5 касаний одновременно. Процессором данного устройства является Mediatek Helio P90, который работает на основе четырех ядер ARM Cortex-A55 и четырех ARM Cortex-A75, работающих на частотах 2,2 ГГц. Технологический процесс 12 нанометров. Видеоядром процессора выступает AMG PowerVR GM 9446 с частотой в 950 МГц. Производительности данного видеочипа хватит с лихвой на любую современную мобильную игру. Что же касается характеристик по памяти смартфона, то объем АЗУ 8 ГБ DDR4 с максимальной частотой до 1800 МГц и объем хранилища 128 ГБ с возможностью расширения за счет SD-карт памяти до 256 ГБ. Наушники, зарядка телефона и синхронизация с ПК осуществляется под средством USB Type-C. Также есть возможность подключения USB OTG Host. WP7 располагает следующим набором датчиков. Акселерометр, сканер отпечатка пальца, система классификации по лицу Face ID, датчик приближения, барометр и датчик освещенности. В устройстве помимо стандартного набора приложений присутствует еще и компас, шумометр, настенный уровень, обычный уровень, замер высоты, лупа, транспортир, отвес, барометр и фонарь. Данный девайс имеет следующие модули навигации. Это модуль GPS с поддержкой A-GPS и E-Pod GPS для ускорения определения местонахождения, модуль навигации Beidou, модуль навигации Galileo и модуль навигации GLONASS. Если вы захотите что-то запечатлеть на камеры устройства, то они вас не подведут, так как в вашем распоряжении есть целых три камеры на задней части с разрешением в 48 Мп, в 8 Мп и в 2 Мп. Размером диафрагмы основного объектива камеры 1.79 и двойной LED-вспышкой, фронтальная камера с разрешением в 16 Мп и апертурой F2.0. В основную камеру также встроены инфокрасные датчики, которые превращают ее в некотором смысле в прибор ночного видения. Для этих целей используется 8-мегапиксельная камера. Длина волны инфокрасного датчика 750 нанометров. Батарея емкостью 8000 мАч. Время работы в режиме ожидания до 600 часов. Время работы в режиме ожидания без сим-карты до 1000 часов. В режиме разговоров до 50 часов. В режиме видеопросмотра до 72 часов. Также есть поддержка быстрой зарядки 18 Вт. Работает наш чудо-зверь на операционной системе Android 10. Весит этот монстр немного, 294 грамма. Что же еще хотеть от защищенного телефона, я не знаю. Разве чтобы у него в корпусе был еще складной нож или молоток, например. Ну или что там еще можно придумать. Заявленная цена в 300 долларов мне кажется очень вкусной. А вы как считаете? У меня на обзоре уже был защищенный смартфон. И мне пользоваться таким устройством понравилось. А тут прям монстр по показателям. Было бы интересно протестировать его и рассказать вам. А вы бы хотели посмотреть видео с тестами этого зверя, а? И вообще, как вам такое устройство? Вам бы оно пригодилось по роду вашей деятельности или увлечений? Напишите в комментариях, я буду рад прочитать. Спасибо за просмотр. Надеюсь информация была для вас интересной и полезной. Ставьте лайки, поощряйте канал подпиской. Дальше будет еще много-много интересных и увлекательных видео. Будьте все здоровы. Ну и пока-пока. До скорого.